Издательство Эксмо Элеонора Фео Босиком по асфальту Моей маме Знай, родная, без тебя и твоей поддержки не было бы всего этого Моей Даши Надеюсь, скоро мы встретимся и я подпишу для тебя эту книгу лично Моей Оле Спасибо, что была частью этой истории с самого начала и каждому, кто верил в меня Мечты сбываются, так что ни в коем случае не сдавайтесь Вдруг до осуществления вашей цели остался всего один шаг Пролог Я проснулась от того, что яркое солнце било в глаза А еще от жуткой головной боли Тупой и давящий С первых же мгновений я поняла, что это утро будет худшим за последний месяц Все еще не в силах пошевелить даже рукой Я зажмурилась и лишь повернула голову, чтобы избавиться от назойливого солнечного света Сделала глубокий вдох Такое мерзкое ощущение во рту Наверное, я слишком много выпила вчера Прохладный и свежий утренний воздух остужал голову и немного облегчал боль Надеясь заснуть еще хоть на пару часов, я натянула одеяло до самого подбородка И устроилась поудобнее Однако сон не шел Хорошо, что мне не нужно никуда идти сегодня И я могу оставаться в кровати столько, сколько захочу Или столько, сколько потребуется в моем состоянии Я высунула руку из-под одеяла и прикрыла ею глаза Слышалось размеренное тиканье часов А луч солнца, падая на правое плечо, приятно согревал кожу Только спустя несколько минут я вдруг поняла Что не могла лечь спать, не задернув шторы Это было одно из моих привычек Всегда задергивать шторы с вечера Чтобы утром яркий свет не будил меня раньше положенного Но сейчас они почему-то были распахнуты Я открыла глаза и осмотрелась Это не моя квартира Где я? Этот вопрос тревожил меня и не давал покоя Комната напоминала обычный гостиничный номер Прикроватная тумба с настольной лампой И стационарным телефоном у изголовья кровати Шкаф-купе цвета слоновой кости у противоположной стены А в прихожей настенное зеркало в изящной раме того же оттенка И комод напротив него Другая часть комнаты оставалась у меня за спиной И поворачиваться, чтобы осмотреть ее, мне расхотелось Как только я заметила на полу у кровати Своё сиреневое платье, в котором вчера вышло из дома Вдруг кто-то пошевелился справа от меня Матрас ощутимо прогнулся под этим кем-то И я замерла, стараясь дышать как можно тише Однако спустя пару секунд неизвестный снова затих За окном слышался шум изредка проезжающих автомобилей Здание явно находилось не у главной дороги Шелестели листья, и где-то совсем недалеко щебетала птица Приятные звуки летнего утра, среди которых я слишком чётко различала Тихое чужое дыхание Воспоминания о вчерашнем вечере затуманивались И спутывались с каждой секундой всё больше Господи, что могло произойти? Неужели я напилась и переспала со случайным парнем? А вдруг это не парень? А если я что-то натворила вчера? Ввязалась в драку, угнала машину или убила кого-нибудь? Я не могла этого сделать Я никогда никому не желала смерти И не могла стать убийцей только из-за сильного опьянения Да и если я выпила так много, что не помню вчерашнего вечера То вряд ли вообще была в состоянии кого-то убить Нужно просто повернуть голову И все вопросы разрешатся, как только я увижу этого человека Может, и не все Но самые важные точно Моё тело дрожало Сердце билось о рёбра И мысли путались от страха Решившись, я осторожно повернула голову И увидела рядом с собой молодого парня Он лежал на животе, просунув руку под подушку И повернув голову в мою сторону Я сразу узнала того, с кем проснулась Его лицо словно сплошь состояло из чётко вычерченных линий Каждую из которых хотелось проследить кончиком пальца Оно было заострённым и чуть вытянутым Совершенно умиротворённым во сне Расслабленные губы приоткрыты На щеках лёгкая щетина Высокий лоб прикрывала забавно растрёпанная густая светлая чёлка Выгоревшая на солнце На висках и затылке волосы были короче И от этого казались темнее Прямой тонкий нос Брови на порядок темнее чёлки Точёные скулы, о которые, казалось, с лёгкостью можно порезаться Стоит только прикоснуться Что я там говорила? Это утро не может стать ещё хуже? Оказалось, что может Ведь я проснулась в одной постели с Сашей Моим бывшим парнем С которым мы расстались пять лет назад И которого видела я в последний раз Тогда же Глава первая Понедельник К счастью, Саша ещё не проснулся Пока я собиралась А потому не успел увидеть меня Его день наверняка начнётся лучше моего Он спал так спокойно и безмятежно В то время как я готова была сбежать через окно От безысходности и шока Изо всех этих эмоций я даже на какое-то время Забыла о своей головной боли А Саша тем временем перевернулся на спину И отвернул лицо от окна Запястье лежало на животе Низ которого прикрывало одеяло Давая мне возможность Разглядеть крепкую грудь Кубики пресса И гладкую светлую кожу Что я без стеснения и делала Пока одевалась Мы всё равно больше никогда не увидимся Думала я Так почему бы не насмотреться напоследок Мы в самом деле переспали Из кровати я выбралась полностью ногой И сразу ощутила прохладный воздух От которого по всему телу побежали мурашки Моё бельё валялось на полу Совсем рядом с голубой рубашкой Саши Я осторожно нагнулась Чтобы поднять его Стараясь не смотреть на своё отражение в зеркале Потому что знала Ком в горле, который я всю силилась проглотить Станет ещё больше В один момент желание снова посмотреть на Сашу Стало почти физически ощутимым Я слышала, как размеренно он дышит за моей спиной Чувствовала слабый запах его парфюма И надеялась, что этот запах Не успел впитаться в мои волосы Сердце продолжало колотиться в груди И никак не хотело успокоиться Руки мелко дрожали Когда я наскоро расчесывала пальцами кудри Чтобы придать прическе более-менее приличный вид Юбка у платья не особо измялась Чего не скажешь о рубашке Саши Которую я оставила на спинке стула Стоящего под зеркалом напротив комода Реальность была полна ярких ощущений И острых эмоций Но мне казалось, что всё это происходит не со мной Будто меня разыгрывают Но потом в голову стали возвращаться детали прошлого вечера Мне стало так неловко за произошедшее Что я тут же захотела сделать что-нибудь Чтобы Саша никогда не вспомнил об этой ночи Но лучше всего будет, если я просто уйду Возможно, проснувшись один в гостиничном номере Не найдя никаких напоминаний о том, с кем провёл ночь Он и не станет напрягать память Я подошла к комоду И взяла свою бежевую сумочку Которую бросила сюда ночью Пока Саша в спешке снимал с меня платье Положила в неё телефон Который нашёлся там же Рядом с его телефоном Как мы могли сойтись снова Спустя пять лет Тогда, в прошлом Мы расстались по моей инициативе Мне было тяжело с ним А ему со мной, без сомнений Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!